Радио Болтком Утро на Болткоме Мы продолжаем работу в прямом эфире, еще раз доброе утро Доброе утро Для тех, для кого оно доброе Да, вот сейчас следующий эксперт у нас в прямом эфире посредством Зума Да, Константин Пальгов, глава тестуру Латвия с нами И мы будем обсуждать путешествия А судя по, не знаю, ленте Фейсбука, например, вот по моей собственной По общению живому человеческому Даже по рекламе некоторых авиакомпаний Которые вот наш национальный авиаперевозчик Аэрболтик Переделал слово майседы в талседы Да, вот это вот далеко сидение Как бы намекая на том, что бери билет и улетай И отсиживайся где-то в других краях Вот об этом хотелось бы поговорить Насколько эта тенденция действительно имеет место быть Насколько распространена Но как сейчас раскупаются, какие направления И действительно стоит ли воспользоваться этой возможностью Хотя до 15-го наиболее куда-нибудь свалить Толупится ли жители Латвии покинуть Латвию Константин Доброе утро Мне кажется, что просто какой-то всплеск Произошел в последнюю неделю И все, кто имеют возможность, имели возможность За эти несколько дней, за выходные Покинули Латвию, наверное, в очень большом объеме Это видно по аэропорту, это видно по нашим самолетам Которые вылетали в субботу и воскресенье в Египет И в Хургаду и в Шарль-Шейх Мне казалось, что тогда, когда объявили чрезвычайное положение И когда объявили локдаун Мне казалось, что мы вступаем вперед еще одной неопределенности Я имею в виду туристическую отрасль Но, к нашему счастью, это не коснулось выездного туризма И люди воспользовались этой возможностью И буквально, ну штурмовали неправильно, наверное, сказать Но желание и объем запросов, который был на выходные Улететь в теплые страны достаточно большое Я думаю, что это касается не только теплых стран Улетают все куда только могут Ну, на мой взгляд, так происходит Ну, все-таки это связано с... Вот не связано, а с тем, что люди как-то смогли быстренько Выбрать время, организовать отпуск, собраться и уехать Или, в принципе, они давно планировали в ту же Хургаду А сейчас вот так вот, ну, время совпало И так, и так получилось Как я сказал, что мы думали, что все будет немного сложнее Потому что переход с зимнего сезона, с летнего сезона на зимний Как раз происходит в эти выходные И мы думали, что мы останемся без зимнего сезона, откровенно говоря Но поскольку возможность осталась открытой То люди, которые были забронированы Хургады в Шарм-Шейх Они рады и счастливы, что воспользовались этой возможностью А те места, которые оставались свободны на первых рейсах Они были разобраны практически за несколько часов Конечно, мы не можем доставлять, увеличивать объем В такой короткий промежуток Но на будущее мы понимаем, что спрос будет большой На протяжении всего периода чрезвычайного положения Уж во всяком случае, в период локдаха Вот, хотел еще такой вопрос задать Значит ли это, что, ну вот, зная, что вот такой ажиотаж есть Что вы можете, ну, к примеру, в ноябре Увеличить количество рейсов Как-то договориться Больше чартеров Чтобы те, кто хотел Готов был заплатить, мог улететь Ну, не знаю, в тот же Египет Сейчас потом поговорим и о других маршрутах Но что касается Египта Мы наоборот, мы сделали с сегодняшнего дня Немножко по-другому Будем выстраивать свою ценовую политику Мы, конечно, понимаем, что вырваться хотят очень многие И для многих возможности, которые существуют сейчас Они не позволяют тратить слишком много денег Мы говорим с египетскими отелями В первую очередь для того, чтобы они пошли нам на встречу Потому что был очень длинный перерыв В путешествиях в Египет из стран Балтии Ну, во всяком случае, из Латвии точно Для того, чтобы оживить этот интерес Для того, чтобы сделать так Чтобы люди вспомнили это направление Чтобы египетские отели пошли нам на встречу И сократили контрактные цены И мы могли дать хорошее предложение Чтобы люди сели в самолет в ноябре и в декабре И полетели Конечно, это не будет касаться новогодних праздников И рождественских Там всегда будут цены высокие Но вот в период межсезонья До Рождества И сразу после новогодних праздников Сделаем все возможное Чтобы люди отдыхали И имели возможность улететь из Риги Да, а вот вы упомянули Рождество и Новый год Значит ли это, что Египет обычно популярен И вот на эти праздники Или там уже другие маршруты преобладают? Мы получили несколько сообщений От наших коллег из Египта Что отели выставляют для некоторых рынков Стопсейлы Ну, профессионалы понимают Это значит, они закрывают продажу отелей Из-за того, что есть огромный спрос Тепло осталось Ну так, скажем Популярное тепло для путешествий из Европы Осталось в Арабских Эмиратах Турция уже сезон закончен практически Несколько дней осталось Когда вернутся последние несколько тысяч наших туристов И массовый туризм это только Египет И только Арабские Эмираты Арабские Эмираты очень далеко, конечно И цены в отелях будут запредельные в этом сезоне Думаю, что Арабские Эмираты получат Сезон примерно 15-летней давности Когда гостиницы выставляли свои номера почти на аукцион Потому что их не было по нормальным контрактам Нечто похожее может сейчас произойти в Египте Потому что спрос огромный Из всей Европы И многие хотят полететь туда Потому что цена-качество самая доступная для европейцев И мы понимаем, что те, кто будут тянуть до последнего Конечно, возьмут билет в самолет Но где они будут проживать в отеле Это будет большой вопрос Поэтому ничего нового не придумано в индустрии Кроме того, что надо делать что-то заранее Константин, скажите, пожалуйста, такой организационный вопрос Понятно, что улетают не только разочарованные Введенным локдауном вакцинированные Но и те, кто отказывается вакцинироваться Какие требования к путешественникам предъявляете прежде всего вы И, конечно же, сторона пребывания Все требования, которые... Они очень большие Сейчас в эфире это трудно рассказать Для того, чтобы... Да-да-да Основные В основном это нужно понимать Что те люди, которые имеют вакцину Возвращаются И путешествуют туда Наиболее... Ну, так сказать, зеленый свет у них во многих отношениях Они имеют возможность Вылететь туда И понимать, что вернутся сюда без Обязательного карантина А те, кто едет невакцинированный И предполагает вернуться в Латвию После отдыха Ему обязательно нужно будет делать тест При въезде в Латвию Обязательный карантин То есть для многих это является отталкивающим моментом И многие понимают, что это вообще не отдых То есть, конечно, в период ковида В период локдауна Если есть 7 дней на отдых И потом еще 7 дней на карантин Это не отталкивает Те, кто будет ездить дальше Большое, безусловно, для них Не понимаю, как они будут работать Как они будут работодателю объяснять Что им после отпуска еще нужно 7 дней Или 10 дней находиться на карантине Поэтому в этом отношении существует Большая градация Между двумя потоками туристов Так скажем Но, конечно, для индустрии Для всех не только туристической Но и для гостиниц Для ресторанов Те люди, которые не вакцинировались Нельзя сейчас на них, конечно, вешать всех Как, не знаю, подобрать слово Всех собак, да Или там охота на ведьм Что только из-за вас все происходит Но в том числе из-за тех, кто не вакцинирован Конечно, индустрия страдает очень сильно В данный момент Чем дольше будут люди тянуть с вакцинами Тем медленнее будет вырабатываться Коллективный иммунитет Тем цифры, которые сейчас существуют Будут только расти или не меняться Для индустрии, которые, Влад, и 4% ВВП приносит И сотни тысяч людей работают Это, к сожалению, вот этот локдаун Будет повторяться часто и часто Это часть заслуги людей, которые не вакцинируются В этом есть И еще раз Ничего лучшего, кроме чем вакцина На данный момент не придумали Мне трудно понять логику людей, которые не вакцинируются Ну, странные люди, на самом деле То есть, кушая таблетку, которую вам доктор прописывает Вы никак не реагируете на нее И доверяете этому Хотя можно подумать, что в этой таблетке тоже что-то есть Что будет вам потом мешать в вашей жизни А вакцина, значит, сразу изначально такое недоверие Хотя и академики, и люди, там, нобелевские лауреаты говорят, что это надо делать Ну вот Ох, Константин, лучше не подсказывайте Лучше не подсказывайте А то сейчас будет еще один всплеск Всплеск вопросов А вот покажите мне, из чего состоит аспирин Ну ладно А, да, ну ладно, это не та тема Смех смехом Напомню, с нами Константин Польгов Глава туроператора Тестур Латвия Такой вопрос Он действительно меня мучает уже не первую неделю Уж коли Латвия является мировым лидером по заражаемости Почему мы еще не в красной зоне Для стран, в которые очень хочется полететь и в которые мы летаем Причем любая страна Та же самая Турция, Египет, Италия, Франция Почему нас до сих пор еще принимают таких, ну, условно, больных Мы же действительно предоставляем из себя Представляем определенный риск Да, вопрос не к Тестуру Ну, мало ли, у вас есть объяснение или информация, что это может произойти Это может произойти в любой момент На самом деле, страны, которые Ну, есть определенная инерция Есть определенный график принятия решений Или там методика принятия решения Как страны включают в списки желательных и нежелательных в данный момент гостей из тех или иных стран Своя методика, это предполагает анализ двух недель, как растут заболевания Сейчас, после локдауна, эти цифры достаточно высокие в Латвии или в Эстонии на протяжении некоторого времени Когда страны, которые не хотят видеть такие большие цифры у себя Свою методику возобновят или обновят Может произойти, что Латвия окажется для многих стран в красном списке Безусловно, это может сделать и Египет, это может сделать Испания, это может сделать Литва Это может сделать любая страна И тогда в какой-то момент произойдет так, что гости из Латвии окажутся нежелательными Это будет беда, это будет проблема Но сейчас те, которые приезжают сюда, Латвия не является для них красным списком Как говорил премьер, сейчас туристы, которые планируют приезжать в Ригу Отменяют свои путешествия только потому, что здесь делать нечего Да, гостиницы в каком-то режиме работают Но не работают рестораны, не работают конфиденц-центры, не работает бизнес Все по домам, то есть если они приезжают сюда на отдых, делать нечего Если приезжают на бизнес-встречи, все практически офисы закрыты То есть по большому счету делать нечего Говорят, что даже музей оккупации закрыт, что делать вообще непонятно Не комментируют Так нет, это факт, у нас же музеи тоже закрыты, что-то комментировать-то Да, ну вот возвращаясь все-таки к поездкам за рубеж Мы говорили вначале про Египет Все-таки, ну, Египет, понятно, что это по массовости сложно будет конкурировать сейчас В это время года другим странам И тем не менее, исходя из вашего опыта, может быть, предпочтение людей, которые, ну, не знаю, более состоятельные Что еще может быть? Какие, может быть, острова оживут для жителей Латвии ближе к Рождеству и Новому году? Да, без сомнения, Абик А живут все, но как бы у всех кошелек только разный Да, ну, я говорю для тех, кто может себе позволить Массовый туризм, да Массовый туризм, безусловно, это Египет, хотя Египет давно превратился из такого, может быть, середнячка в курорты достаточно высокого уровня Это касается и проживания, и сервиса, и эпидемиологических, в том числе норм, которые соблюдаются в этой стране, и питание и так далее, безопасность Очень много что сделано На самом деле, Египет такой, он большая-большая альтернатива на несколько лет вперед и Турции, которая между собой постоянно конкурирует Это первое Второе, Канарские острова будут, безусловно, лидерами, потому что это единственное, ну, так, полутеплое направление зимой Там, конечно, не лето, но такая весна, ранняя, можно сказать, в январе-феврале Ну, градусов 20 есть, да? Градусов 20, 21 есть, наверное Градусов 20, но купаться могут только те, кто купаются в нашем море, да? Да Там такого пляжного отдыха не существует Это просто зимовка в более теплом месте, так можно сказать, и перевести дух тех, кто не любит снег Там никакого такого баунти, там, с падающими пальмами перед океаном, такого нет, безусловно Третий вариант – это Арабские Эмираты Это далеко, как я сказал, цены на гостиницы мы ожидаем просто громадными Поэтому те, кто собираются заранее, сначала выберите отель, а потом купите билетный самолет Обратите внимание, билетный самолет может быть по хорошей цене, но когда вы посмотрите, сколько стоит отель, надо быть очень внимательным Но все остальное – это уже за гранью индивидуального путешествия, с исключением горных лыж, которые в январе опять, безусловно, ворвутся в топ популярности И до конца марта это будет одно из самых массовых направлений, в том числе это Швейцария, Франция, Австрия, Италия, безусловно Надо дождаться Мы надеемся, что подъемники в этом году на горнолыжных курортах не закроют, как было в прошлом году для иностранных туристов Потому что в прошлом году некоторые курорты работали только для местных И можно было приехать на курорт, но на подъемники подняться только тем, кто имеет место Это очень, безусловно, обидно Ну и не лишний будет, напомните, необходимости страховать поездки, конечно Все верно, каждый раз повторяю, обязательно нужно отправляться за границу, иметь страховой полис И даже не думать выехать отсюда, не проверив в страховой компании, что покрывает путешествия Потому что, ну уже мы, конечно, в эфире не рассказать Но это очень много тяжелых случаев бывает, когда люди на курортах получают травмы И, не дай бог, другие большие проблемы Приходится сталкиваться, если нет страхового полиса Сумма расходов, это десятки тысяч евро Думаю, что несоизмеримый риск И не подвергайтесь этому риску ни себя, ни своей семьей, тем более своих детей Может быть, буквально последний такой вопрос Все-таки, если мы говорим о туристической отрасли индустрии На ваш взгляд, сколько времени потребуется, чтобы она вышла Ну такие, но до пандемии на уровень, не знаю, полгода, год Да, я слушал перед нашим эфиром вашего экономиста Татьяны Латышева Я думаю, что она все очень точно сказала Понимаете, индустрия, любая индустрия, на самом деле Вот хотелось привести какой-то удачный пример и сказать, что Можно закрыть магазин, потом в один день закрыть И все потом открыть, и все пойдет прям как в девятнадцатом году Это невозможно Можно сравнить это с Мартыновской печью Что если ее один раз остановить, это по новой Или ее перестраивать, или запускать все по новой Это всегда, вот на вашем сайте было написано Что одна из сетей хозяйственных магазинов Вынуждена отдавать продукты на десятки тысяч евро Потому что они пропадут, потому что магазины будут закрыты Понимаете, расходы, которые связаны с приостановлением деятельности Они не всегда не вписываются в те дотации, которые предлагает государство А там десятки, сотни тысяч евро Надеюсь, что когда-нибудь, когда ковид закончится Все-таки будет создан своеобразный фонд выравнивания Как это было в Европе между старыми и новыми странами Евросоюза Которые будут предполагать выравнивание за какой-то промежуток времени Этих отраслей в спокойном режиме Когда нужно будет посмотреть, как помогать этим отраслям Да, сейчас срочные какие-то формы поддержки Это дикставес, это гранты, это отсрочка по налогам Это кредиты льготные Это сейчас помогает Но это никак не влияет на те убытки или те инвестиции Которые были сделаны за период ковида Когда любая компания инвестировала огромное количество денег В то, чтобы не прекратить свою деятельность Тех, чтобы не увольнять своих людей И выполнять все свои обязательства перед государствами И перед поставщиками Этот фонд выравнивания обязательно должен быть создан Конечно, мы инициируем это в Министерстве экономики И надеюсь, что это будет поддержано Спасибо большое Константин Пальгов у нас был на прямой связи Глава туроператора Тестур Латвии Поговорили о ситуации в отрасли Ну и о самых популярных направлениях ситуации локдауна Спасибо и удачи, хорошего дня Спасибо, пока Да, утро на Балкоме закрывается Но продолжает работу, конечно же, программа Радио Балком Впереди добро пожаловаться Потом в программе Дефирамп Павел Чухра И так далее и тому подобное Ну и спасибо Константину, что напомнил О существовании, о работе 24 на 7 В таком режиме он существует Замечательный новостной портал MixNewsLV Видите, как нас цитируют такие замечательные люди Как Константин Пальгов Очень приятно читаем Все там много интересного и полезного До встречи